На следующей неделе у школьников начинаются весенние каникулы. Отдыхать будут и ученики Республиканского Украинского теоретического лицея. В этом учебном заведении столицы обучается больше всего детей из Украины. Сегодняшнее утро воспитанники Украинского теоретического лицея начинают с новой темы урока. Семиклассники изучают крупнейшего представителя искусства эпохи Высокого Возрождения. В школах Украины Леонардо да Винчи изучают гораздо позже, чем у нас, говорит учитель истории. Поэтому дети, приехавшие из Украины, идут по программе с явным опережением. Успеваемость хорошая, детки очень старательные, очень любознательные, активные на уроках. Надеюсь, что мой предмет у них самый популярный. В этом седьмом классе обучается больше всего детей, приехавших из Украины. Сразу девять учеников. Юля учится с сентября. Девочка приехала из Одессы. Активно отвечает на вопросы педагога. Как учеба дается? Легко? Сложно? Да, легко. Учителя хорошие, хорошо учат. А там в Одессе как училась? Тоже хорошо. Хорошистка? Ну, можно так сказать. А вот Артем в столичном украинском лицее учится уже год. Здесь он закончил шестой класс и перешел в следующий. Парень твердый, хорошист. Хотя, говорит, вначале пришлось догонять весь класс. Сначала было сложновато, потом легко все уже пошло. А в чем сложность была? Тут были темы некоторые, которые я не понимал. Но потом со временем я их начал понимать. Сейчас все легко дается. Не понимал почему? Потому что вы не проходили их еще? Потому что мы их еще не проходили. В Республиканском теоретическом лицее сейчас на постоянной основе обучаются 52 ребенка из Украины. Это самое большое количество на одно учебное заведение. И это вполне объяснимо. Все предметы тут преподаются на родном для них языке. То есть, когда дети вернутся домой, они не будут отставать от программы. Дети стараются успевать за программы Приднестровско-Молдавской Республики. Потому что наши дети изучают образовательные стандарты Приднестровско-Молдавской Республики. Но они у нас идут на украинском языке. Поэтому многие дети стараются учиться и в лицее, и поддерживать связь со школами Украины. Единственная разница – у нас пятибальная система образования, в Украине – 12-бальная. Но практика показала, что этот фактор не принципиальный. Украинские педагоги признают наши выписки, стабили и оценки. Неважно, сколько баллов, говорят они, главное, чтобы у детей была возможность продолжать учебу и набираться знаний в мирной и доброжелательной обстановке.